Друзья, ведь наш канал не только про автобизнес, но вообще про современную жизнь, про то, что окружает нас. Сегодня у меня опять проба пера, я хотел бы вам рассказать про то, чем я пользуюсь с точки зрения инфраструктуры у себя в офисе. Ну, то есть у меня нет компьютера, чтобы вы понимали. Лех, поверни камеру налево. У меня есть монитор, да, и кроме монитора у меня есть станция DEX. Вот сюда я вставляю телефон, и у меня все, что есть в телефоне, появляется сразу на экране. Вот так вот. Ну, то есть все это управляется мышкой, все то же самое, меню такую же, операционка практически такая же. Ну, ладно, не про это на самом деле. У нас сегодня проба пера, я хотел бы вам рассказать про то, что я купил новый телефон. Для того, чтобы он работал еще быстрее, чем мой старый Samsung S8 Plus, давайте я вам покажу, распакую, покажу все, расскажу, попробую как-то внятно объяснить, что за телефон Samsung Note 9. Сегодня понедельник, 27 августа, с утра позвонил курьер и сказал, что он готов доставить посылку с моим телефоном. Ну что, вот у нас есть акты, есть бумаги, договора о купле-продаже. Купил я телефон за 89 990 рублей. Красивый маркетинговый ход. Ну, то есть я купил максимальную топовую версию Samsung Note 9. Это 512 гигабайт, представляете, 512 гигабайт, вот здесь вот в маленькой коробке. Мне в качестве бонуса, за то, что я все сделал заранее и забыловременно, мне пообещали подарить еще какое-то дабл-зарядное устройство. Я пока не очень понимаю, хотя подозреваю, что это зарядка на телефон и на часы Samsung. Так, у нас, что, у нас две коробки. Так, это не надо. Так вот, прям, хочется скорее все открыть, посмотреть. Я так понимаю, такая коробка, это буфер от неуклюжих грузчиков, которые вечно что-то ломают и царапают. Так, это у нас телефон. Что в этой коробке? Вот здесь реально подарочек, то, за что я не заплатил ни копейки. Это двойное зарядное устройство для устройства Samsung. Что открываем первым? Лев, телефон или зарядка? Зарядка. Поехали, зарядка. Так, ну что у нас здесь? У нас здесь вот такая вот штука, хорошо запакованная, да? Вроде бы зарядка, но вот это вот, слышите, это не картон. Это какой-то типа пластика, а-ля пластик. Есть вот такая вот ручечка, все вот такое вот прям. Так, ну что, в коробке больше ничего нет. Так, что у нас здесь? У нас есть, я так понимаю, подставка. Подставка, ну все, все, я понял. То есть вот это вот для часов, вот это для телефона. Вот она у нас распакованная. Что у нас? У нас в коробке еще одна коробка. Как всегда, все все заморочились. Стив Джоб заставил всех производителей делать большой маркетинг именно на упаковках, потому что упаковка взаимодействует тактильно с внешней средой. А само устройство уже работает с самим пользователем по-разному на самом деле. Но упаковки после того, как появился Apple, в мире поменялись кардинально. Заметили это? Ну что, тут инструкция. Должна быть зарядка. Да, есть зарядка. Есть кабель зарядки. Это Type-C. Она такая прорезиненная. И вот чувствуете, не сдвигается. Ну вот, собственно и все. В этой коробке у нас больше тоже нет ничего. Мы все закрываем для того, чтобы это компактно можно было выкинуть. Ну что, теперь переходим к самому главному. Распаковки Samsung Note 9. Еще раз, это максимальная версия телефона. Он имеет встроенной памяти 512 гигабайт. Представляете? Ну что такое 512 гигабайт в телефоне? У меня когда-то компьютер имел объем памяти в два раза меньше. Открываем. Так, ну что, вот это классическая упаковка, по-моему, в последнее время всех телефонов. Это называется, там, попробуй меня достань, да? Так, ну что, верхнюю оболочку сняли. Остается еще одна. Ну, то есть, квест продолжается по открытию. Ну что, открываем дальше. Это как бриллиантовое колье, да? Как вы думаете, какого он цвета? Если обзор не смотрели, он бывает только одного цвета. И ни за что не догадаетесь. Я тоже, перед тем, как купить его, я сомневался. То есть, сомневался не в стоимости, не в объеме памяти, а в том, в каком цвете он будет. Причем, производитель говорит, что, ребята, в 512 будет только один цвет. Я рискнул и сказал, ладно, возьму тот, который есть. Это цвет медь. И сейчас посмотрим, как это выглядит. Я не видел еще тоже. О, ну ничего так, по-богатому, по-китайски. Сейчас посмотрим, что до конца есть в коробке, а потом мы его дальше откроем и посмотрим, что есть еще. Так, ну что у нас дальше? Дальше есть вот эти вот гарантийные какие-то наклейки. О, переходник с microUSB на Type-C. Флеш-карта для переноса информации со старого телефона на новый. Зарядка. Зарядник, причем Type-C тоже здесь разъемчик. Классные наушники IKG. Это уже давно комплектует Samsung именно такими наушниками все свои смартфоны. По крайней мере, то, что я покупал. Вот здесь какая-то прищепка. Мне кажется, что эта прищепка похожа для синхронистов на нос. Вот такая вот штуковина. Я так понял, что это прибор для того, чтобы менять стержень в стилусе. Здесь же стилус еще есть. Так, и вот здесь вот это уже сами размеры разные берушь. То есть, это в зависимости от ушной раковины. Ну все, в коробке больше нет ничего, я с ней можно прощаться. Мы же не профессиональные обзорщики. Так, что здесь? Здесь у нас очень важный инструмент. Это штуковина, с помощью которой можно доставать сим-карту. Ну вот, собственно, вот это вот мы с вами все распаковали. Вот это вот все не важно, я так считаю. И, собственно, то, для чего мы здесь все это затеяли. Вот он аппарат, я держу его в руке. Вот это лопатище, а! Да, можно и ГЛС подкопать, если по зиме там что-то не так. Ну, можно и по песку, на самом деле. Ну что, я попробую его запустить. Но здесь ничего нового, на самом деле. У меня до этого был Samsung Note 8, который я, к сожалению, утопил. Здесь, наверное, процедура запуска займет какое-то время. Он просит сейчас там подключиться к сети Wi-Fi. Сейчас я попробую запустить телефон и подгрузить все, что он может подгрузить без сим-карты. В принципе, какие-то базовые вещи, то, что в нем заложено, он уже даст. Что важно, пока он грузит, я вам хотел бы рассказать немного про их новое перо. Перо вообще у них теперь стало дистанционным, представляете? Им можно управлять телефоном. По нему можно управлять телефоном на расстоянии до 10 метров. То есть, грубо говоря, можно телефон установить в каком-то месте и, отойдя в сторону на несколько метров, сделать аккуратненько фотографию. Вот, кстати, можно, пока идет обновление и передачу информации, можно сравнить размеры двух телефонов. Вот это вот у нас Samsung S8, вот это Samsung Note 9. Ну, вот этот вот, что важно, говорят, будет работать очень быстро, потому что у него, представляете, оперативки 8 гигов. Чем в основном пользуются в телефоне? Ну, понятно, звонилка, WhatsApp, приложение, и что очень важно. Из встроенного – это камера. Ну, вот сейчас я поставил фронтальную камеру, и смотрите, как можно сделать фотографию, не касаясь телефона. Вот достаточно вытянуть ладонь, вот так вот улыбнуться, и фотография готова. Ну, вот я сейчас переключился на основную камеру. Мне интересны режимы съемок, тех, которых не было, может быть, на предыдущих каких-то версиях. Ну, здесь вот есть режим съемки панорама, она была. Профессиональная съемка – это можно выставить баланс белого, можно какие-то убрать пересветы. Живой фокус на предыдущей версии, ну, я так понимаю, просто это размытие заднего фона. Есть автоматическая съемка. О, есть сверхзамедленная съемка. Это, вот, я так понимаю, исключительно новая опция для этого телефона, потому что здесь есть 960 кадров в секунду. Это вообще просто, конечно, фантастика. Опять есть не очень понятная для меня функция селфи-эмоджи, что это такое, если знаете, напишите, расскажите. И гиперлапс, нам понятно, это ускорение всего момента съемки. Я вам постараюсь в процессе других влогов, может быть, рассказать чуть больше об этом телефоне, если вам это будет интересно. Пишите, короче говоря. Прошло два дня с момента обзора, и, представляете, я понял, что вот это вот дабл-зарядное устройство мне, в принципе, не нужно, потому что мой новый телефончик стоит вот здесь, на станции DEX, а дома у меня уже есть вот такое же устройство, и вот эта вот штука мне оказалась, ну, в принципе, не нужна. Но при этом я подумал, что, а почему бы ее не подарить вам, мои дорогие друзья, потому что вы смотрите мой влог, вы посмотрели обзор, значит, вам это интересно и актуально. Я вот это беспроводное устройство подарю одному из вас. А что необходимо сделать? Необходимо подписаться на мой канал и оставить комментарий, хочу участвовать в конкурсе. Друзья, больше ничего делать не надо. Я все сделаю за вас.